Резня Абдул-Хамида массовое убийство армян в 1894-1896 годах, унесшей жизни многих десятков, а то и сотен тысяч армян, включали три основных эпизода. Резню в Сасуне, убийство армян по всей территории империи осенью и зимой 1895 года и резню в Стамбуле и в районе Вана, поводом для которой послужили протесты местных армян. Наиболее кровавой и наименее изученной является вторая фаза. Степень участия властей в организации убийств до сих пор остается предметом ожесточенных споров. В районе Сасуна-Курдские вожди обложили данью армянское население. В то же время османское правительство потребовало погащения задолженностей по государственным налогам, которые ранее прощались, учитывая факты курдских грабежей. На следующий год курды и османские чиновники потребовали от армян уплаты налогов, но натолкнулись на сопротивление, на подавление которого был послан четвертый армейский корпус. В результате было убито не менее трех тысяч человек. Послы Британии, Франции и России предложили создать комиссию по расследованию, однако предложение было отклонено турецкой стороны, потому что турки и курды убили много мирных людей и ограбили за это отказались турецкой стороны. Протестуя против неурегулированности армянских проблем, внучайкисты в сентябре 1895 года решили провести большую демонстрацию, однако на их пути встала полиция. В результате начавшейся перестрелки десятки армян были убиты и сотни ранены. Полиция отлавливала армян и передавала их софтам, учащимся исламских учебных заведений Стамбула, которые забивали их до смерти. Грязня продолжалась до 3 октября. 8 октября мусульмане убили и заживо сожгли около тысячи армян в Трабзоне. Это событие стало провозвестником, организованной османскими властями серии массовых убийств армян в Западной Армении и Восточной Турции, Эрзинджане, Эрзеруме, Юшхане, Байбурте, Уфеи и Битнесе. Несмотря на то, что дашнаки воздерживались от публичных акций, грязня 1895 года привела их к решению пойти на захват здания Атаманского банка в Стамбуле. 26 августа 1896 года группа хорошо вооруженных дашнаков захватила здание Атаманского банка, взяла европейский персонал в заложники и, угрожая взрывом банка, потребовала от турецкого правительства провести обещанные политические реформы. В результате переговоров представитель российского посольства и директор банка Эдгар Винсон уговорили нападающих покинуть здание банка под личные гарантии безопасности. Однако власти распорядились начать нападение на армян еще до того, как группа дашнаков покинула банк. В течение двух дней при очевидном попустительстве властей было убито более 6 тысяч человек. Число жертв резни 1894-1896 год, оценками 300 тысяч мирных людей, было убито. Разорено 546 тысяч человек, разграбленных городов и деревень 2493, обращено в ислам деревень 456, осквернено церквей и монастырей 649, превращено в мечети-церквей 328. Это должен помнить каждый представитель армянского народа.